Привет! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и в крайнем случае дизлайк, делитесь видео в соцсетях и будь здоров! Дальше можно не смотреть. Шучу. Бендер. Начало. Я посмотрел два фильма из трех и, пожалуй, настала пора похвалить отечественный фильм. К счастью, есть за что. Итак, три фильма – приключения молодого Остапа Бендера и его ловкого папаши. Пересказывать сюжет особого смысла нет. Всегда есть какая-нибудь очень дорогая и полезная штуковина, за которую все гоняются, пытаясь при этом сохранить свою замечательную жизнь. Сюжеты большинства приключенческих фильмов построены на этом заезженном, но действенном приеме. Собственно, вся сложность не в том, чтобы придумать, зачем именно будут гоняться герои фильма, а в том, чтобы снабдить эту погоню эффектными и атмосферными сценами, яркими персонажами, необычными сюжетными поворотами. То бишь, чтобы штуковина, за которую все гоняются, всегда была вот рядом, вот тут перед носом, но при этом постоянно ускользала. Самый яркий пример последнего десятилетия – это, конечно, пираты Карибского моря. Что ж, Бендера многие упрекают в подражании пиратам. Это, мол, такое негодяйство и будьте добры, придумайте что-нибудь оригинальное. Я в этом большие проблемы не вижу. Да, есть подражание, но не бестолковое подражание, а подражание стилю, легкости изложения. Это, как, например, вы бы ставили в вину автору, что он пишет смешно, подражая другому остроумному автору. Ну, странно, да? Я очень люблю приключения Остапа Бендера и поэтому довольно сложно отношусь к экранизациям, особенно экранизациям последнего времени. В данном случае я заметил за собой некий парадокс движения моей мысли. С одной стороны, совершенно не обязательно было привязывать эту историю к произведениям Ильфа и Петрова. Мне кажется, это вполне могла быть оригинальная история, и она прекрасно бы жила без этой привязки. С другой же стороны, я понимаю, что не будь привязки к Бендеру, я бы и смотреть не стал приключенческий фильм с безруковым стилем «Пиратов Карибского моря». Ну, вряд ли бы продюсеры кого-то на такое купили. Поэтому стоит признать, как маркетинговый ход это отлично сработало. Во всяком случае, со мной. Причем здесь сценарист, спросите вы. Придумать маркетинговый ход – это круто, но создать на его основе сценарий – задача непростая, отлично исполненная. Прекрасные, на мой взгляд, и переклички с современными образами, которые лаконично вписываются в повествовательную канву. Как, например, озвучивание гнусавым голосом, происходящего за стеклом. Это узнаваемо, забавно, ну и вообще отлично, и я люблю такие штуки. Прекрасно, серьезно. Костюмы отличные. Отлично характеризуют героев. Они яркие, пестрые, но при этом не создают какой-то цветной каши в голове. Очень точная работа. Блеск. Отличная работа. Прекрасные локации. Честно, это очень здорово придумано и сделано. Иногда в очень ограниченном пространстве, прямо снимая шляпу. Но тут посложнее. Актерские работы неровные, есть отличные цельные образы. И это не зависит от опыта актера, а зависит скорее от самого актера и его умения не идти на компромиссы, не выезжать на мастерстве и полностью детально проникнуть в суть образа, в каждую сцену и в каждую отдельную фразу. Далее все, конечно, сугубо субъективно. Юлия Рудберг. Не добавить, не убавить. Точный, запоминающийся образ. Блестящая работа. Юрий Колокольников. Отличная работа. Цельно, точно, ярко, приятно посмотреть. Несколько, возможно, перебрано с тупостью персонажа, с его реакциями на обвинение в тупости. Но это скорее сценарная или режиссерская проблема. Юрий этот неочевидный недостаток сглаживает максимально эффектно. Отличная работа. Пожалуй, самая яркая и точная работа Никиты Кологривый. Я этого актера заметил еще в пищеблоге. Там у него фактически эпизодическая роль. Сыграл он ее отлично. Однако роль там довольно простая. Здесь же Никита играет ярко, эффектно. Отдельное удовольствие наблюдать за его реакциями в сценах, когда он молчит. Очень точная игра. Надо знать такого рода людей, которые непонятно улыбнутся в следующую секунду или нож в тебя воткнут. Никита этого персонажа играет отлично. Пожалуй, самая яркая роль в фильме и самая цельная. Сергей Безруков. Очень хорошая работа, но есть два пункта, смущающие лично меня. Временами чудовищный наигрыш. Это, конечно, мой взгляд. И, возможно, вам эта работа покажется цельной, но чье это в конце концов видео. Если серьезно, наигрыш в данном случае не плохая работа актера, а скорее вкус режиссера. Вы же понимаете, что актер не видит себя со стороны. И если ему не нравится то, что он увидел, то кто его спрашивает в конце концов на монтаже? Конечно, когда он посмотрел дубль, он может попросить сделать актерский. Ему, конечно, пропоют приятные слова, успокаивающие. Но на монтаже все равно возьмут то, что нравится режиссеру. И вторая проблема – это отсутствие понимания некоторых сцен. То есть актер Безруков не понял некоторых фраз или шуток и надеялся проехать на мастерстве, на харизме. Не проехал. Арам хорош. Очень ровно отыгранная роль. Но как-то без блеска. Честно говоря, по трейлеру я полагал, что это будет полный провал. Но нет, вполне цельная, хорошая актерская работа. Единственное, чего не хватает этой работе – это какой-нибудь изюминки. Прям как в моем видео. Чего-то такого Арам не придумал, что придумал Джонни Депп своему Джеку Воробью. Честно говоря, никогда не понимал любовь к этому артисту. У Александра масса вызывающих уважение к качеству. Он блистательный продюсер, симпатичный шоумен. Замечательная его самоирония. Да и артисту не сказать, чтобы плохой. Но он как-то… Он Александр Цикало. Играющий Александра Цикало в разных образах. Наверное, в этом нет ничего плохого, но мне это не очень нравится. Мне кажется, Александр просто любит себя в актерстве. Это как блистательный актер Федор Сергеевич Бондарчук любит себя в режиссуре. Ну вот нравится ему это. К сожалению, я не понимаю этот выбор. Сложно оценивать игру веры, особенно когда рядом отличные актеры. С чем связан выбор режиссера, мне не ясно. Маркетинг – это или давление продюсеров, или каких-то внутренних обязательств. Мне сложно сказать. К сожалению, непрофессионализм актрисы виден с первых кадров. И дело не в ее образовании. Я даже не знаю, какое у нее образование. Вполне возможно, что она профессиональная актриса. Я давно уверен, что образование для актера – вещь, ну, важная, но не главная. Главное для актера – это его какое-то звериное чувство, звериное понимание, как правильно. Что хорошо именно так, а не как иначе. Это как лев или волк, который прыгает на антилопу. Ему нужна не вся имеющаяся в наличии дурь, а какой-то такой, знаете, внутренний расчет, силы толчка, траектория. Такая сложно объяснимая вещь, которую актер понимает нутром. В общем, это самая слабая работа в фильме. Обобщая все вышесказанное, можно сказать, что работа очень хорошая, на высоком профессиональном уровне. Возможно, некоторые вкусовые разночтения. Но, в целом, это очень хорошо, ярко, красочно, атмосферно. Если, конечно, вы не идете на этот фильм с желанием открыть для себя что-то новое, неизведанное, постичь какие-то философские глубины или вершины, я не знаю, где там философы обитают. Это хорошее развлекательное кино. Я даже пожалел, что не сходил на него в кинотеатр. Вот, собственно, и все. Подписывайтесь. Чмок-чмок. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok